На дворе уже конец сентября. Погода продолжает радовать нас теплыми и солнечными днями. Синоптики отмечают, что последняя декада первого осеннего месяца больше подходит на последнюю декаду августа. Это не может не радовать. Связано это с влиянием антициклонов на атмосферу. В течение всего месяца они шли один за другим. Повышенное атмосферное давление сильно влияет на температуру воздуха, ведь за счет него воздушные массы нагреваются, что приводит к испарению облаков. Именно поэтому лето все еще с нами. Стоит отметить, что эта погода характерна для лета. В настоящее время среднесуточная температура выше плюс 15 градусов, что характерно для последней декады августа. В настоящее время температурная аномалия составляет более 4 градусов. Так, в настоящее время должна быть температура примерно 9,5 градусов, а по факту мы имеем 15,4. И вот эта теплая, аномально теплая погода не торопится покидать наш регион. Мы все так же оказываемся во власти антициклона и ближайшие декады также прогнозируются с положительной температурной аномалией примерно на 4 градуса. Но вместе с теплой погодой сентябрь наполнен магнитными бурями, которые вызывают вспышки на солнце. Для особо чувствительных к атмосферному давлению людей прогнозы неоднозначны. Дело в том, что магнитная буря – следствие высокой активности солнца. Люди-метеопаты, организм которых резко реагирует на геомагнитную активность, могут ощутить эти изменения на себе. Хоть специалисты прогнозируют понижение мощности магнитных бурь, на конец сентября ожидаются стабильные 3 балла по К-индексу, показателю, который характеризует геомагнитную активность. Действительно, в настоящее время есть возмущение магнитного поля Земли, связанное это с вспышками на солнце. В то же время, с точки зрения медицины, метеозависимые люди действительно замечают, ощущают на себе негативные проявления. Но эти негативные проявления, которые будут проявляться, например, в ближайшие сутки, они будут связаны не только с этим фактором, но также и с тем, что в ближайшие сутки будет повышаться атмосферное давление, и его изменение за сутки превысит 8 гектопаскаль, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. К сожалению, наука пока не достигла того уровня, чтобы точно прогнозировать активность на солнце. Более того, связи между этими вспышками и изменениями в погоде ученые еще не обнаружили. Но это не меняет того факта, что нынешний сентябрь исторически является одним из самых теплых осенних месяцев. Прогнозировать такой же комфортный октябрь сложно, ведь синоптики определяют примерную температуру в самый последний день месяца. Учитывая, что антициклоны не собираются погибать нас в ближайшее время, надежда на тепло в октябре есть. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюс.